Три самолета, 50 парашютистов и высота более 5000 метров. А затем прыжок и лишь полторы минуты для того, чтобы в небе всем вместе собрать несколько фигур. Итак, 4 или 5 попыток в день. Процесс соединения только часть командной работы. После того, как цель достигнута, разбежка и приземление, причем с филигранной точностью. Площадка разбита по секторам. У каждого есть понимание, с какой стороны будут заходить, какой разворот делать. Ну и самое последнее, там безопасное личное приземление уже. После того, как спортсмены оказались на земле, разбор полетов. Сначала совещание капитанов, каждый из которых отвечает за свой сектор. Затем тройка отважных вместе со всей командой отправляется на коллективный просмотр. Вразды правления в свои руки берет организатор мировых рекордов легендарный Би Джей Ворд. Он, если нужно, корректирует и подсказывает спортсменам тонкости работы в небе. Для подготовки к мировым рекордам эти люди готовы повторять и без того точные движения из раза в раз. Здесь нет новичков, только опытные спортсмены. Альфью Веселову ласково называют мамой всех российских парашютистов. Она капитан своего сектора. Ее задача – привести свою команду к общему знаменателю. Ничего не упустить и напомнить, чтобы они свою работу степ-бай-степ, как говорят американцы, разложили в голове. Пришли и выполнили, от этого получили удовольствие. Первый прыжок сегодняшнего дня Би Джей Ворд назвал удачным. Парашютистам удалось собрать две фигуры в небе. Но задача у спортсменов Сибирского экспресса – три последовательных рисунка в свободном падении. Поэтому парашюты за спину и снова в небо. Наземная тренировка – неотъемлемая часть каждого прыжка. Здесь спортсмены запоминают свое место в фигуре и узнают партнера по захвату. Международная встреча друзей, серьезная работа, подготовительный этап к мировым рекордам. Все это – Сибирский экспресс. Но самое главное для этих людей – увлеченность любимым делом. Когда есть блеск в глазах и азарт, получается многое. Даже то, что с земли кажется нереальным. Татьяна Савельева, Сергей Юрин, Евгений Копралов. Новости моего города.